Все новое это хорошо забытое старое. Система оценки работы образовательных учреждений по группам показателей, то есть кластерам, действовала в регионе до 2006 года. И теперь одним руководителям школ, гимназий и лицеев предстоит восстановить утраченные навыки, а другим их приобрести. Специалисты регионального министерства образования уже оценили Одинцовские учебные заведения, сопоставив процесс и получаемый результат. В целом наш муниципалитет в седьмом кластере, то есть в середине рейтинговой таблицы. А это значит, что есть над чем работать, например, над объективностью школьных оценок. Мы провели тщательный анализ по 14 образовательным учреждениям, в которых по итогам внутренней оценки выпускники получили наивысшие баллы. И сравнили с результатами ЕГЭ, этих же обучающих по всем предметам. Итак, анализ ужаснул, что не все, не во всех образовательных учреждениях района результаты внутренней оценки соответствуют итогам ЕГЭ. Также руководителям учебных заведений предстоит усердно поработать над привлечением в штат молодых специалистов и уменьшением нагрузки на уже работающих педагогов. Система образования Одинцовского района будет развиваться, ориентируясь на соответствующий национальный проект, а изменение подхода к оценке ее эффективности ученики и их родители на себе не почувствуют. Нагрузка остается абсолютно та же и в течение учебного года, и на последующий год. То есть здесь по образовательным планам, образовательным программам изменений совершенно никаких нет. Внеурочная деятельность исключительно, мы говорим сейчас, образовательного процесса, да, внеурочная деятельность будет вестись по тем же нагрузкам абсолютно. Вот, в общем, никаких изменений ни родители, ни учащиеся не почувствуют. Также на совещании отдельно обсудили предстоящие новогодние праздники. Татьяна Одинцова, исполняющая обязанности руководителя администрации района, подчеркнула, что они должны проводиться не для галочки, а от всей души, но при этом с соблюдением всех требований безопасности.